Магнитогорский «Металлург» потерпел первое выездное поражение в сезоне. Подопечные Ильи Воробьёва не сумели взять реванш у «Авангарда» за недавний проигрыш на родном льду. И вновь ушли с площадки без заброшенных шайб. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В отличие от домашней игры «Металлург» не отдал инициативу сопернику. Первую половину встречи «Магнитогорцы» провели как минимум не хуже хозяев, а временами даже имели некоторые преимущества. Команды поддерживали хороший темп и регулярно создавали опасные моменты. Но голкипера Василий Кошечкин и Эмиль Гарипов были на высоте. До середины матча гости не использовали три шанса реализовать численный перевес. А вот «Авангард» с третьей попытки отличился в большинстве. Завидную настойчивость на ближнем пятачке проявил канадец «Корбен Найт». Незадолго до второго перерыва «Металлург» получил хорошую возможность отыграться 46 секунд в пятером против троих соперников. Однако едва не пропустил снова. После быстрой контратаки хозяева заработали право на штрафной бросок. Но Кошечкин оставил свою команду в игре. Конечно, против «Авангарда» очень сложно обороняться. Команда очень агрессивно играет, зная не понаслышке. Поэтому нужно быть всегда готовым к их давлению. В принципе, мы справляемся, но пока решает большинство мельчества. В заключительном отрезке игроки «Авангарда» сыграли дисциплинированно, а магнитогорцы трижды нарушили правила. Несмотря на это, гости перебросали соперника 14-7, но спастись от поражения не сумели. Окончательный счет, поразив пустые ворота, установил Сергей Шумаков. 2-0. Следующий матч «Металлург» проведет 29 сентября против «Локомотива». Прямую трансляцию из Ярославля смотрите в нашем эфире во вторник в 20 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.